Диалог с населением, обсуждение текущих проблем с участием профильных министров. Важной частью поездки главы региона в рабочий поселок Сурское стала встреча с жителями в местном доме культуры. Люди сразу сориентировали по наиболее волнующим темам. И такие встречи я решил для того, чтобы задачи эти сразу же начинали решаться, проводить непосредственно с членами правительства. Со мной приехали министры. Это очень важно. Это дает возможность мне, будучи губернатором Альянской области, понимать, что действительно волнует наших с вами жителей. Спрашивали русских и министров о водоснабжении поселка Сурское. Зимой терпимо в дачный сезон много проблем. Сурское получало воду из двух скважин, но в одной обнаружили большое содержание серого водорода. Использовать такую воду нельзя. Вопрос бурения новых скважин возникал не раз. Но пока тишина. Что касаемо скважины, место уже определено. Это в районе дома номер 24 по улице набережной. От нее необходимо бурение скважины. Это 280 метров и строительство 950 метров водопровода. Как я уже сказал, место определено. Предварительная стоимость проектных работ – это миллион полтора. И порядка 10 миллионов на это выполнение этих работ. В этом году изыщем средства. Резервный источник водоснабжения у села Сурское должен быть. По результатам встречи было принято несколько важных решений. Например, построить новые фельдшерско-акушерские пункты в селах Лава и Чеботаевка. Провести газ в Хмелевское сельское поселение. По словам русских, решать озвученные проблемы будут в сжатые сроки. Также затронули и вопрос благоустройства поселка. Алексей Русских проинспектировал завершение реконструкции торгово-ярмарочной площади. За время ремонтных работ здесь обновили асфальт, оборудовали велодорожку с безопасным резиновым покрытием, смонтировали систему освещения, повесили уличные гирлянды. Установили навесы со скамейками, качели, фотозону. Кроме того, рядом с парком установили мини-скалодром для детей. Рассмотрели проект благоустройства Никольской горы. Обязательно, да, нужно учесть место под парковку. Да, 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 да. У нас есть какие-то торговые павильоны. Да, мы, да. В скором времени в парке планируется установить ограждение и модульный туалет. Сейчас работы на торгово-ярмарочной площади выполнены на 87%. Благоустройство территории в центре Сурского должно стать стимулом для развития туризма, повышения инвестиционной привлекательности. Алина Тихонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.